Девушки отдыхают 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 Ну что и как вы все получите по заслугам, а ты, да ты спала срежа. Ненормальный, я тебе! Чудой! Идиот! Субтитры сделал DimaTorzok Боже, ты откуда, прелестное дитя? А я сейчас в окно, на карнице, на тебя спускаюсь. Доктор, спасибо. Уже это и вон. Она правильно сделала, что заперла вас, молодой человек. Нет крещеного я прибью. Они боятся за моими. Спокойно, тихо. У меня есть вопросы. Мне? От Грегора видел? Тогда в Акашоне. Она с мамой не пристала. Он заводный поехал. Потом мне рассказывал. Смеялся на слез. Кто смеялся? Пишем. Он всегда, когда удавалось кого-нибудь кокнуть, хокоток сможет жилье. А ты? Ты тоже смеялся? Не боже. Чтоб доставить ему удалось. Я боялся, что он сдаст меня в дом и убежал. Все время грозит. Скажи. Скажи мне, он случайно нарекал на мальчика? Какой этап? Он даже скорость прибавил. Вжим. И все. А если поймает по крайней раз, ему тоже требует в сердце, как Решан. Какая хорошая идея. Идея. Я мертвого. Первый раз видела. Птицы, кошки, кройки. Мельчат. Решали. Был такой вид, как будто он лизался и спит. А в рубашке размазал варенье. Крыжовник. Очень похоже. Он не мой отец. Он меня отставил, чтоб звать маму. А я его любил. А он хотел отправить тебя в клинику. А я бы сбежал. Через крышу, как Монте-Кристо. Скажи, а маму он любил? Всегда хотел её целовать. А она не всегда хотела. Только меня она целует, когда я этого хочу. А она что? Снова обязана выйти замуж, да? Ну это её дело, если захочет. Я с вами хорошо говорю. С другими боюсь. Скажу правду, у меня сразу кто-то там шпыры лектические обмотает всего, как зверя. А правда, что Ивона спала с Риша? Спала? Никогда в постели они не спали. Они разговаривали шепотом или молчали. А потом она уходила к себе я на цыпочках. Я ведь плохо стою. Слышу. А сегодня ночью что слышу? Мне было точно. Я открыл окно. Гроза была. Молния. Я ничего не боюсь. Гроза. Меня допрашивают. Зачем не надо? Он накупит пыль. Надо. Я уже не мальчишка. Они все говорят на казачное ничтожество. А я не сумасшедший. Я всё понимаю. Сегодня ночью я слышал выстрелы. Всё при? Вы говорите о первых трёх. Или о вторых трёх. А их что? Разве было несколько? Да. Первые три, когда я открыл окно. А вторые, когда мама с бабушкой по деливону. Три. Потом опять три. Подряд? Нет. Не сразу. Минут через двадцать деливон. Больше. Тебе показалось. Ты спутал с громом. Да, маленький мой? А гром? Как стопушит сразу. А выстрелы галочки. Пам-пам-пам. Ты слышала первые три? Нет, я спала. Так бывает. Человек мне иногда снится то, что потом происходит на юге. Ты вздремнул на время, правда? А решила хотя бы сдать мне об больницу. Ну что ты, он тебя просто пугал. А вот и нет. Он мне говорил, что ты будешь приезжать ко мне только два раза в год и привозить апельсин. Ты разнил девушку просто так. А на самом деле он тебя очень любит. Честное слово. Ну конечно. Он мне сам об этом много раз говорил. Ришар. Ришар. Меня любил. Ришар. Меня любил. Ришар. Можно я расскажу это бабушке или более? Он обалдет. Ура. Ришар. Ришар. Меня любил. Ура. Ришар. Ришар. Меня любил. Да. Так можно попасть в просад. Мне извините. Но если бы я не задал этот вопрос, его задал бы капитан. Возможно. Я рассказал его. А она сказала, что это неправда. Почему? Она так сказала. Я себе прощу успокоиться. Она сама... Она узнавала себя, Ришару. Она сама его любила. Понимаешь? Да, я знаю. Они всегда целовались. Вот этого никому не нужно говорить. Пока. Я скажу, когда надо будет, клянись. Клянусь. Папочка. Клянусь. Нет. Клянусь. 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 Я надеюсь, миссия Жульевна, вам вчера не пришлось пробовать? Нет, нет, что вы, я как раз был под крыщей, у нас было совещание в противнике. Ай-яй-яй-яй-яй, обещать лучшему другу обязательно приехать поздно вечером и обмануть. Вы ведь обещали Ришару, что обязательно приедете. Нет, вы что-то будете, я совершенно ничего ему не обещал. Прошу вас. Нет, я ничего ему не обещал. Ришар меня любил. Он всегда поручал, что у меня очень быстрые ноги. Однажды он ухватил меня, притянул к себе, и о, у меня! Ой, вот, очень, очень. О, аваринка! Ну, наконец-то меня вытащи, господа. Я скоро. Капитан, вы не хотели прописать оружие в кабинете. Да, я готов буду сделать. Когда Ришару было хорошее настроение, называл мне пострелять. Я убил Сороху. А слонов вы убивали когда-нибудь, капитан? Нет, он слонов не убивал. А бабушка убивала, правда бабушка. Не говори глупости. Пойдемте, капитан, я покажу вам дорогу в кабинет. Я его не убивал. Я думал, что это сделал вот ты. Я его не убивал. Какое счастье. Капитан, а кто же? Испугались? Ришар умер весь арсенал мой. Пистолет, карабины, шкуру в голову, и все, все. Вот что, прекрати сейчас. Я уверен, что стрелы отравлены. Да, прекрати сейчас, жадно. Маленький мальчик, бей, бей, бей. Вы ко мне относитесь как дегенерату. У меня же 17 лет, и я буду убивать висит собак, людей, которых не люблю. Не надо, я прошу тебя, я зову тебя, жопы, бей. Ты ведь не хочешь убить мою мамочку, ты же меня любишь, правда? Я тебя ненавижу. Ты кокетничаешь со всеми мужиками сразу. Не надо, не надо, мой мальчик, мой юг. Мой любимый, ты, ну. Я намного умнее, чем вы думаете. Да, я в этом уверен. Вы на меня решили, за ради бога. Но денег вы не получите. Его деньги теперь мои. Он оставил за решением мою пользу, я наследник. Я хозяин на воробы, на колени. Просите прощения, наследник, перешага в вернее. Ну, к ногам моим собаке! А вот, вот вы видели, он хотел меня убить. Видите, вы свидетели. Я всегда свидетель. Младенький, не вставай, это хорошо. Нет, это какой-то сумасшедший дом. Я бы на вашем месте сто раз подумал, ближе, чем выйти в него. Да я уже подумал. Все правильно, нет лауры, нет и наследства. Послушайте, я на оскорбление, знаете, не отвечаю. А вот что, я скажу, что это вы дезориентировали ее во имя ее прекрасных глаз. Знаете, ложные показания, это тоже не шутка. А я, если вы не избавите тон, скажу полиции, что увидим, убирающего Ришара, вы сбежали, как последний трос. За неоказание помощи убирающему, вас будут судить судом присяжным. Они-то вас не пощадят, убирая вас. Что касается вас, Лаура, то когда перестанут искать Макгрегора... Я не убивала. Я тоже. Мы думали, что она... Она думала, что вы. А он сын-то убил. Кем? Кому это выгодно? Подождите. Ведь если он наследник другого... Это не может быть. А если завещание не подписано, то убийцей может быть тот, кто боится потерять его. Кто наследует Ришару, если нет завещания? Не я. Во всяком случае, меня он предупредил, что я бы на это не надеялась. Что с ним? Его билет? Да. Кто? Я. Да, он угрожал нам отправленными этой стрелой. Да, что ты здесь? Да. Тестерка, осторожно, спаясь. Сюда может войти. Мадам, давайте положим его на диван. Ускорение. Спасибо. Пожалуйста. Я так люблю, когда я тебя благодарю. Пошли, вот что. Нет, ни в коем случае. И потом никто не справится. Извините, не знал. Скажите, мадам, вы в курсе завещания, которое подписал или собирается, собирался подписать месье Ришар? Надо узнать у нотариуса. Это сможет сделать полиция. Тише, тише, тише. Трусал приходит к себе. Что происходит? У меня болит голова. Ты изображал обезьянку и упал на диван. А вы мне дали что-то вкусное. Я еще хочу, если не дадите, я опять упаду в обморок. Почему вы скрыли это в полиции? Вот видите, я вам говорил, что полиции надо говорить все с первого рации. Все это оружие. Кто запаскивает? Это мое. Весь арсенал мой. И деньги все мои запишите. Вот это мне предстоит вывести. А арсенал я опечатаю. Макшир, ну-ка, быстро наверх. Наталья с оружием. Все оружие мое. Макшир, быстро. Откуда ничего, грознячек? Руслан. Ничего. Успокойся, мальчик, мой Руслан. Ну что, мальчик мой, успокойся. Хочешь меня убить? Это мое. При отчетной фискации. Ты знаешь, малыш, я как-то очень неуютно себя чувствую. Почему? Не люблю, когда мой живот на мушке. А я вам не доверяю. Я никому не доверяю. Я единственный мужчина в семье. Ришара нет. Теперь я взрослый. Это тот революбер. Какой тот? Которым было бы три шара. Не знаю. Как же так? А вот мы на войне в отряде сопротивления, когда убивали противника, делали зарубку на рукоятке пистолета. Здорово, а? А у кого было больше всего зарубок? У некоторых до двадцати. Хорошее было время. Можно было кокнуть и никому не давать отчет. Да, в нашем мире надо быть поосторожней. Ты привержал. В самом деле, как бы тебя больно с ним. Все время грозился. Говорят, ты тоже грозился? Да. Сдержал. Я не убивал. У меня было такое желание. Только никому не говорите. Никому. Могила. Эй, тебе это нельзя, слышишь? Горячо, дайте еще. Живо мне не будет. Ничего. Я сильный. Сильный. Эй, эта зарубка будет нечестной. Это будет зарубка честной. Сами говорили, кокнул. Действительно. Не говори глупостей. Света, я убил ее шара. Я... Не чтит. Решар может тебе померить. Наденет на ростщике. А я все равно сбегу. Ноги-то будут свободные. Никто не знает, на что я способен. Решар знал. Хотел встать меня в клинику. Не успел. Не успел. Не говори глупости. Решара ты не убивал. Бросали вовер. Слышишь? Руки вверх. Остерегайтесь. Людей, которые изображают из себя сумасшедших. Они иногда в самом деле сумасшедшие. Маленькая. Маленькая. Дай мне. Ну дай, мой хороший. Поиграл и хватит. Мама. Не подходи. Я буду стрелять. Ну что? Подумаешь? Дай. Дай я сама. Мереть не боишься? А чего бояться? Ну дай мне револьвер. Я сама. Ну. Поиграл и хватит. Ну. Рот с оружием сложить жизнь. Пей, я сама. КОНЕЦ 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 Выиграл и хватит. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...